Всем привет, с вами Миша и вы на канале Криптодилерс. В этом выпуске я расскажу вам о альтернативном мире со своими магазинами, играми и сообществами, глобализации 3D-технологий и новом уровне фриланса. Все это в себе объединяет платформа MarkSpace. Это первая в мире платформа по созданию 3D VR совместных сайтов-юнитов. Современный мир знаком с виртуальной реальностью уже более 20 лет. Но она так и не приобрела массового распространения в связи со слабыми техническими характеристиками аппаратного обеспечения и сложностью и ограниченностью генерации VR-контента. Времена меняются и современные разработчики стали выпускать на рынок действительно качественные продукты, а персональные устройства сотен миллионов пользователей стали в тысячу раз мощнее. Однако пользователям и сейчас приходится сталкиваться с некоторыми проблемами. Например, производством 3D VR-контента занимаются специализированные и дорогостоящие разработчики, которых не так много. Для потребления этого контента требуется специальное, зачастую дорогое оборудование. Для потребления 3D VR-контента требуется скачивать специальные программы, приложения и запускать на мощном оборудовании. Ребята создали платформу, благодаря которой можно забыть об этих проблемах. MarkSpace – альтернативная реальность на блокчейне, доступная в любом браузере без предустановки и регистрации. Это мир, в котором есть все – магазины, офисы, банки, кинотеатры, клубы, выставки, игры, сообщества по интересам и личные пространства для пользователей. Платформа MarkSpace базируется на следующих принципах. Доступность с любого устройства без предустановки. Доступность любой позиции во вселенной через конкретный веб-адрес. Высокая реалистичность визуальной графики проекта максимально приближена к реальной жизни. Легкий вес платформы важен для скорости работы и экономии интернет-трафика. Открытость, возможность имплементировать свой функционал. Прозрачность финансовых потоков, блокчейн, токен, мрк. Децентрализация сообществ на платформе. Решение проблем благодаря MarkSpace. А еще MarkSpace станет ведущей площадкой для фриланса среди огромного количества специалистов разных профессий. Я думаю, эта новость точно должна порадовать ребят, предпочитающих удаленку. А теперь давайте подробненько разберем, для кого же создана платформа. Платформа MarkSpace будет полезна для компаний и брендов для презентации, продажи и рекламы своих товаров, услуги сервисов с помощью новых технологий 3D VR, e-commerce, e-business, fintech. Для создателей контента. Блогеры, творческие люди, фотографы, музыканты, журналисты, спортсмены, люди из искусства, создателей онлайн-игр и квестов и так далее. Сообществ любой направленности с огромным инструментарием по публикации контента, проведения голосований, взаимодействия ICO между собой. Людей, работающих дистанционно, в MarkSpace будет реализована собственная биржа труда, ведь рабочих мест здесь будет десятки и сотни тысяч. Для обычных пользователей личные апартаменты, собственный 3D VR сайт способны выполнять огромный функционал. Для майнеров, поддерживая платформу, децентрализованный рендеринг, хранение данных, майнеры смогут получать MRK токены. Ребята, создавшие проект MarkSpace, убеждены, что виртуальная реальность – это новый глобальный тренд. А вот смотрите почему. По прогнозам IDC, рынок VR-IR вырастет из нынешних 11,4 до 215 миллиардов долларов в 2021 году. За последние годы качество VR-контента очень выросло, а главное, появились массовые, не очень дорогие устройства от нескольких ведущих производителей – HTC, Oculus, Samsung и так далее. Крупнейшие IT-гиганты тратят миллиарды долларов на эту технологию, а Facebook скоро запустит VR-версию своей соцсети. Запрос на 3D VR-контент от компаний и обычных пользователей вырос в десятки и даже сотни раз. Персональные устройства пользователей стали мощными устройствами, способными поддерживать тяжелые технологии. Если верить данным, у платформы MarkSpace потенциальная аудитория из десятков и сотен миллионов человек по всему миру. Друзья, а как вам работать в Матрице? Жду ваши комментарии под этим видео. А на сегодня все. С вами была Миша. Пока.